Всем привет! Я Рита Мурадова и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом можно сделать наряд более интересным, сделать его более завершенным. И мы поговорим о семи способах, которые решают главный вопрос, когда ты одеваешься. Я прекрасно знаю, я знакома с такими ситуациями, о которых мне не раз рассказывали, когда ты надел образ и тебе кажется, что чего-то не хватает. Так вот, чего может не хватать и как это исправить, об этом мы прямо сегодня поговорим. Так что, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Начнем с того, что когда вы собираете лук, очень важно перед этим, и в целом я бы посоветовала большинство образов собирать не утром, когда вы спешите, потому что утром, когда вы спешите, это просто рецепт к неудаче. Вы будете очень-очень невнимательны, вы будете брать первое, что попалось под руку, и чаще всего то, что вы уже носили проверенное, не будете экспериментировать. У вас будет меньше времени, чтобы что-то примерить, вы достали что-то, что-то мятое, у вас нет времени это отпаривать или гладить, вы повесили обратно, надели не то, что хотели. И в итоге получаете образ не такой, как вы себе его, возможно, задумывали или планировали. Поэтому практически всегда советую при возможности с вечера собирать образы два желательно. Почему два? Потому что вы собираете образ на два как бы разных настроения. Две опции даете себе, и тогда с утра вы имеете возможность выбрать, что вам больше нравится. Когда вы собираете образ, безусловно, нужно учитывать погоду, свой потенциальный характер, настроение, место, куда вы идете, какие-то определенные условия, возможно, дресс-код, а также количество вашего подвижения в течение дня, потому что если вы очень много будете ходить, то, скорее всего, высоченные каблуки вам просто не подойдут, каким бы красивым образ с ними не был. Поэтому я вам посоветовала просто две опции собирать. Так вот, когда вы собираете образ, и пусть даже утром или вечером, самое первое, о чем вам нужно думать обязательно, это чтобы в рамках одного образа не повторялись идентичные вещи по стилю. Потому что если у вас в образе абсолютно все классическое, и блуза, и брюки, и туфли на шпильке, и классическая сумка, классическое пальто, классическое жемчужное жерелье, вы в итоге получаете очень утрированный, практически костюмный, сценический образ, а не живой. А живой образ интересный, он всегда работает на контрастах и на балансе. Это значит, что чем более контрастный и полярный стиль в рамках образа, тем интереснее. Но даже если они не контрастные и полярные, даже если они рядом стоящие, но все-таки отличающиеся друг от друга, это уже огромный плюс. Например, сегодня на мне, просто продемонстрирую вам, на мне сегодня блузов очень, тут даже нет сомнений в романтическом стиле, и джинсы. А джинсы это casual, и тогда мы уже с помощью сочетания двух вещей получаем более интересный образ. А представьте, что на мне была бы эта блуза и какие-то еще розовые брюки с рюшами или с волнами. И тогда ты получаешь, да, быть может симпатичный, но не такой глубокий и интересный образ. И чаще всего различие стилей или хотя бы наличие более одного стиля, это то, чего не хватает в рамках наряда. Еще один момент, на который стоит обращать внимание, когда вы создаете образ, и в образе есть та или иная фурнитура, или вы подбираете украшения, чтобы сделать его более глубоким, более завершенным и более интересным, и это то, чего часто не хватает, нужно добавить несколько металлов. Благодаря миксу металлов, миксу финиша, например, у вас браслет с золотым финишем, а чокер со серебряным или кристаллы, вы добавляете глубины и завершенности наряду, за счет чего он смотрится интереснее, даже если все остальные позиции в наряде достаточно нейтральные. В рамках монохромного лука, если вы такое собираете, я знаю, что особенно в эту прекрасную, серенькую, дождливую, холодную погоду не хочется лишний раз заморачиваться, и я знаю, как сложно составлять цветные, многоцветные, яркие луки, поэтому многие идут в сторону монохрома. И чаще всего, давайте просто признаемся, этот монохром очень нейтральный. Либо тотал черный лук, либо тотал серый, тотал бежевый, шоколадный. Так вот, даже в рамках монохрома очень важно делать образ более глубоким. Как можно сделать образ более интересным и глубоким, и не повторяющимся, это использовать более одной или даже лучше двух фактур. Например, у вас есть тотал черный лук, который, я знаю, чемпион по носке в рамках такого холодного сезона. В рамках тотал черного лука у вас могут быть идентичные матовые черные классические брюки, матовая блуза, матовый жакет и матовая обувь кожаная. И тогда вы получаете достаточно однообразный лук. Если же вы возьмете, допустим, кожаные брюки, блузу полупрозрачную, опять же, допустим, это могут быть разные варианты, и в лакированную обувь или лакированную сумку или лакированный плащ в стиле 60-х, вы уже получаете в рамках просто тотал черного образа разные финиши материалов и очень полярные финиши изделий. И тогда этот образ будет более интересным, глубоким и просто, как минимум, будет смотреться более завершенно. Чтобы сделать образ более интересным, чего часто не хватает, это балансы различных и, опять же, часто противоположных форм в рамках одного наряда. Что я имею в виду? Если у вас есть, например, опять же, переведу пример моего образа, который вы частично видите у себя на экране. Одна его часть – это бьюза, блуза с объемными рукавами, фонариками. Она достаточно массивная, она держит форму, она заметна. И форма самой блузы и ее частей очень обтекаемая. Это значит, что желательно, чтобы в образе балансировало эту блузу что-то достаточно геометрично и, наоборот, не плавная, а ровная, остроконечная, геометричная. В данном случае, например, на мне джинсы прямые, с подворотами, держат форму, контрастные по цвету и которые без дополнительных обтекаемых декоративных деталей. Также на мне еще обувь, которую вы не видите, остроносая, которая тоже добавляет геометрии, балансирующей блузу. Итого мы получаем два элемента противоположных, где что-то у нас есть обтекаемое и что-то очень острое, геометричное, благодаря чему мы в итоге имеем баланс в рамках образа, который действительно интересен. Поэтому, чтобы наряд был интересным и глубоким, еще один способ проверить в таком чек-листе, чтобы вы действительно выпалили все элементы, это проверить, что у вас есть два балансирующих этапа. У вас есть что-то обтекаемое, например, какая-то трикотажная юбка, которая не держит форму, и сверху не такой же обтекаемый, допустим, свитер, а наоборот, жакет, который держит форму. Тогда они друг друга балансируют. Часто следующее, чего может не хватать, это достаточно маленькая часть. И обратите внимание, я не говорю делать что-то сумасшедшее, полностью менять образ. Большинство элементов, которые я сейчас упоминаю, это элементы, которые на самом деле очень легко можно исправить, и этим можно разбавить даже самый минималистичный, самый базовый лук. Сейчас я говорю про аккуратные, деликатные аксессуары. Например, у вас лук из джинсов, футболки, лоферов, жакета. Вы надели, и вроде бы неплохо, и формула лука интересная, но чего-то не хватает. И чаще всего не хватает маленьких деталей. Например, в джинсы добавить аккуратный, минималистичный пояс. Или, если джинсы заканчиваются до щиколотки, и дальше у вас лоферы, можно между лоферами и джинсами добавить тоненькие, спущенные, полупрозрачные, какие-нибудь шерстяные носочки. Или же, если у вас, допустим, юбка, а силуэт до середины колена, и какой-то базовый топ или рубашка. А внизу, опять же, лоферы или балетки. Как можно сделать образ более интересным, добавить все те же шерстяные полупрозрачные носочки между брогами-лоферами и кожей вашей ноги, таким образом, немножечко смягчая переход между таким достаточно активным материалом, как кожа и лакированной кожей вашей ногой, и добавить интересности вот такой маленькой деталички вашему образу. И таких деталей может быть, на самом деле, достаточно много. Аккуратных, маленьких, которые немножечко преображают весь образ. Например, в верхней части у вас достаточно нейтральный жакет и нейтральная футболка. Можно добавить аккуратные сережечки, без лишних декоративных моментов, без весюличек, без трасс, просто аккуратные сережечки. И когда даже кажется, что этот момент ничего не исправит, нет, он исправляет, потому что любой финиш, любая деталь, любой аксессуар повышает завершенность наряда. Следующий момент, который может, опять же, сделать более интересным ваш образ, предпоследний, и надеюсь, вы еще там не уснули, это вы берете типичные для вас вещи в нетипичных материалах. Допустим, вы себе создали формулу лука, в рамках которой у вас очень классно работают джинсы оверсайз, с поясом или без, дальше жакет, а под жакетом лонгслив. И обычно этот лонгслив, это как фактически футболка хлопковая, только с длинными рукавами. Обычно это и есть определение лонгслива. Но вместо этого лонгслива классического вы возьмете и сделаете лонгслив или боди кружевной под жакет. И формула лука не изменяется, но материал выбирается нетипичный, за счет чего завершенность наряда сразу выше, образ более глубокий, появляются различные финиши и в целом ткани, и он интересный, он привлекает внимание. Или же вы берете блузу, какую-то классическую, шифоновую, допустим, или блузу шелковую, и меняете ее на полупрозрачный шелк, где слегка проглядывается ваше кружевное нижнее белье бра. И это опять же повышает завершенность наряда. И так можно поступить абсолютно с каждым элементом вашего классического варианта формы лука. И таким образом вы, не меняя внешний вид и впечатление от пропорции вашего образа, просто меняя форм-фактор и наполнение каждого из элементов, получаете более интересный наряд. И последний способ, который, конечно же, беспроигрышный, не могла его не упомянуть, это добавление цвета и принта, или принта в наряд. Плюс даже самого нейтрального, если вы минималист, если вы не любите большое количество цвета в образе и колор-блоке, даже самый нейтральный вариант, приглушенный, допустим, в вашем черно-белом, в вашем бежевом, в вашем шоколадном наряде, приглушенного бутылочного зеленого, приглушенного винного красного, приглушенного благородного синего, уже добавить завершенности наряда. Или в рамках вашего образа, в вашем нейтральном жакете, появляется жакет в мелкую нейтральную клеточку. Уже завершенности глубина наряда более интересны. Я надеюсь, что эти приемы, которые я сегодня вам осветила, вы будете употреблять. Пишите в комментариях внизу, какие у вас есть фишечки и способы самый базовый наряд сделать чуть-чуть более интересным. На сегодня это все. Люблю, целую, ваша Рита. Субтитры создавал DimaTorzok